Добрый вечер! Голосуйте, пожалуйста, честно. Почему мы это решили сделать? Ну, во-первых, сегодня день славянской письменности, насколько я понимаю. Ну, не с этим связано то, что мы... Ну, не с этим, да. Дело в том, что по данным федерального социологического опроса, проведенного независимым агентством Zoom в мае 2018-го, мы на 12-м месте. Наш город Екатеринбург на 12-м месте. Давайте посмотрим справочку. Кто это и как считал. Субтитры делал DimaTorzok Поскольку, как мне кажется, я не знаю, как другим, что вот это вот брань нецензурная довольно часто используется в юморе и вообще носит в том числе такой оттенок юмористического содержания... Ну, не всегда. Кто-то без этого обходится. Давай вот сейчас мы выясним. Это у наших сегодняшних гостей. Это Владимир Маурин и Владимир Логинов. Они стояли у истоков создания популярного мемористического журнала «Красная бурда», который издается в Екатеринбурге с 1990 года. Оба начинали в КВН, и сегодня авторский коллектив журнала состоит из 12 человек. А шутки «Красной бурды» давно стали исключительно народными. Добрый вечер. Добрый вечер. Здрасте. Здрасте. Такая вот... Не знаю, сможете ли вы ответить честно сейчас, глядя. Случается ли вам употреблять выражения вот такие, из тех, что входят в нецензурную брань? В сокровищницу? В сокровищницу. В руководителя языка? Нет, никогда. Никогда. Ни в коем случае. Мы стараемся избегать таких выражений. А как вы... Есть такой термин эфемизм, который позволяет вроде как прикрыть. Вот вы используете их? Эфемизм мы используем. Замены. А еще запикиваем. Запикиваем. Он запикивает меня, я запикиваю его. Ну вообще, если серьезно, вот это явление такая... В Соединенных Штатах Америки, например, вообще на Западе нет такого... Ну понятно, есть просто какие-то слова, которые в том числе в фильмах легко употребляются, мы их там слышим. Они нелегко употребляются, они там борются изо всех сил, я должен вам сказать. Ну как мы их видим на киноэкране. Мы их видим, потому что мы взрослые, сознательные люди, а у них везде на каждом фильме написан кругляшок с циферками. Если там много брани, они туда детей не пускают. Ага. Ну то есть, в принципе, мы можем поступить точно так же, кругляшок, пожалуйста. Ох, конечно. Нет, ну ругаться или не ругаться, это выбор каждого человека сознательно. Если ты не можешь ничего сказать, кроме руганий, ну ругайся. А если тебе есть что сказать? Тогда повесь на себя значок с циферкой, чтобы... Конечно, 18+, ходи, ругайся. Ну, это все-таки непонятно как-то. Так вы хорошо бы относитесь к этому или плохо? Отрицательно или положительно? Отрицательно. Отрицательно. Категорически. Материться не надо. Да. Материться не надо. Мы в своем древнерусском журнале «Красная бурда» не используем обсценную лексику. Со времен Кирилла и Митфония ни разу. А как же тогда, на чем будет держаться армия? Армия? Так говорят про юмор, понимаешь? На воле командиров армии. Юмор, возможно, без мата. На хребте народном. Да. Мы на самом деле даже придумали специальные, как вы назвали, эвфемизмы, да? Эвфемизмы, ну, да. Замену такую. Замену. Как можно без мата выругаться, оскорбить человека, самому остаться довольным. Вот, например. И не материться. Я сейчас прям боюсь попросить вас продемонстрировать. Запросто. Давайте. Мы для удобства вашего и зрителей будем обращаться как бы друг к другу, а там, я думаю, вы разберетесь. Хорошо. Вы, Владимир, факел тухлый. Вы, Владимир, снеговик ошпаренный. Вы, Владимир, письмо недоношенное. Вы, Владимир, хургадина египетская. Афинянин, вы обсиракузившийся. Дырка от гульфика. Владимир, вы вздохнете в страшных пуках. Скрепка ты бездуховная. Вата матрасная. Калека милоская. Зона трехочковая. Трижды геморрой труда. Ландыш вы занюханный, Владимир. Бык-письмоводитель. Пингвин пиццбургский. Оно ты екнутая. Падаль вы парашютная. Смок анзывоткнутый. Кулек самолетный. Ландыш занюханный. Барахловый балконный. Лепешка слоновья. Пионер ты лагерный. Ну вот как-то примерно так вот. Мы помогаем людям, значит, сделать так, чтобы кириллица наша не переросла в материллицу. В материллицу. Давайте позовем филолога. Филолога, которая, возможно, сможет оценить. Давайте все вместе позовем филолога. Ирина Колобырина, выпускница филологического факультета Уральского государственного университета. Филолог, преподаватель риторики, стилистики и культуры речи. Ирина, добрый вечер. Мы здесь пошутили немножко на тему, а вообще, на самом деле, что это за явление «Русский мат»? Это заявление, которое в русском языке, в системе русского языка было всегда. Да. Есть много легенд по поводу того, как мат возникал. Вот в 20 веке, например, очень популярно было, что это от монгола-татар к нам пришло. На самом деле, опровержение этому масса уже, раз сегодня день у нас славянской письменности, в первых там новгородских берестяных грамотах был зафиксирован, да, мат. Слушайте, новгородцы в берестяных грамотах позволяли себе? Да, еще в эпоху дописьменности, да, в прославянскую, на самом деле, мат всегда имел место. И сохранили. Да, и сейчас, на самом деле, начинается очень тревожная история с матом. Мы начинаем им потихоньку восхищаться, начинаем его романтизировать и начинаем искать в нем те качества, которых на самом деле в нем нет, да, какую-то бешеную выразительность, например. Хотя, вот мат часто воспевают за его многозначность. А ведь многозначность, это обратная сторона, это бедность. Когда одним словом можно выразить все, это значит ничего, да, то есть можно перейти таким образом и на жесты, и на мимику. И, в общем, слово тем и хорошо, что оно информативно. А мат, ну, это всего лишь эмоция, да, концентрированная. Ну, это с одной стороны, да. Ну, ругаться вот такими словами, как Ландыш, занюханный, может ведь только хорошо образованный человек? В том-то и дело, что у кого вот речевое чутье очень хорошо развитое, и у кого лексикон позволяет, да, заменять, и достаточно делать это емко, четкой. Я за что уважаю безмерно красную бурду, кстати, за то, что они никогда в своем юморе не скатываются до вот этого вот скабрезного, да, такого основания. Он всегда интеллектуален и всегда очень густо замешан на речевой игре, а это уже обогащает язык. Вот, 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 хочу немножко поспорить. Есть такое явление в искусстве, как театр, который во многом срезает действительность, и в этой действительности мат присутствует. Соответственно, театр, и особенно сегодня современные драматурги, в том числе наша большая школа, которая у нас есть, вытаскивает его на сцену, тем самым его закрепляя. Но это ведь вторая сторона медали. Получается, если это явление есть в народе, его вынесли на сцену, значит, оно есть. И не просто есть, оно еще и, ну, приумножается, что ли. Мне кажется, что просто драматурги за годы советской власти соскучились по мату. Тогда же нельзя было материться со сценой. А сейчас они вышли на сцену, и они несут правду, то, чего им не давали делать в течение 70 лет советской власти. В этом случае тогда надо театр переименовывать, тогда государственный, академический, нецензурный театр. Саша говорит о театре. Имени Месси Матершинки. Но бывают другие ситуации, там упал молоток на ногу. Вот в таких ситуациях ведь тоже человек прибегает к таким емким и кратким выражениям. Мы спросили у жителей Екатеринбурга, в каких случаях они матерятся. И вот что нам рассказали. Когда прям все так раздражает очень сильно. Я не матерюсь вообще. Мне кажется, это не красит человека никакого. Ни женщину, ни мужчину, ни ребенка тем более. Так что я просто отказалась от этого. Когда ударюсь мизинцем о тумбочку, когда я хочу выразить крайнюю степень удовольствия, либо крайнюю степень раздражения, вот тогда бывают острые словечки, вырываются. Матерюсь каждый день, потому что в моем лексиконе нет других слов. Бывает, а от случая зависит. Ну а так тоже каждый день. Вот мы сейчас стоим и сложно разговаривать без мата с вами. Я стараюсь вообще не ругаться и своих детей воспитываю в этом направлении. Матерюсь в том случае, когда просто народ не понимает. Объясняешь ему одно, он делает все другое, приходится материться. Вот это нормально. Это все нормально? Очень редко. Практически не используют. Мы не материмся, мы обходимся без мата. Русские люди могут не материться. Не, ну молодцы. Ну, в общем, наши телезрители постарались, как я понимаю, честно поучаствовать в нашем голосовании. И практически 50 на 50, ну с небольшим перевесом. 58-42, по-моему, так у нас. 58 матерятся, 42 культурные люди обходятся без этих слов. Я предлагаю прямо сейчас из студии общественного телевидения объявить о создании движения анонимных матершинников. Хорошее движение. Проводить занятия, чтобы люди приходили и говорили, я такой-то, такой-то. К Ирине. Я матерюсь с 13 лет, вот решил бросить. Как мне поступить? И у них будет девиз, я сегодня не матерюсь. То есть бросаем, Ирина, бросаем материться. Знаете, вот хочу сказать следующее. Как только доставляется какой-то, предоставляется повод, да, день славянской письменности, скоро вот день русского языка, день рождения Пушкина, журналисты сразу вот обращаются к филологам, а расскажите нам что-нибудь этакое про сленг, про мат. И все как-то очень весело и развлекательно, а ведь на самом деле это очень вообще серьезная штука, и я сейчас шутить не хотела бы, хотела бы поворчать. Вот если сравнить, что было 30 лет назад с матом, и что сейчас, я вот живу достаточно давно, я уже в сознательном была в возрасте, ведь раньше даже там мужичок из деревни, который матом разговаривает, он никогда не позволял себе материться при женщинах, при детях и при посторонних людях. Ну, был какой-то фильтр, да? Сейчас фильтра нет. Сейчас мат стал уже полуписьменным. Вот это вот страшно, да, благодаря социальным сетям он уже вообще вошел в письменную форму. И чем больше мы будем шутить и весело к этому относиться, тем больше мы вот этот культурный... Это культурный код, мы его размываем. К сожалению, да, нам нужно завершить нашу беседу. Не будем размывать культурный код. Но размывать культурный код мы не будем, и от такой скрепы, как русский мат, придется отказываться, по крайней мере, в присутствии женщин и детей. Мы прервемся на рекламу, потом продолжим, встретим в студии уральских лауреатов «Золотой маски». Субтитры создавал DimaTorzok